Депутаты Рязанской областной думы Евгений Владимирович подчеркнул, что 2020 год был напряженный. Пандемия изменила ритмы жизни, работы всех структур и организаций района, но не позволила сбавлять намеченный темп. Одним из ярких событий 2020 года стало празднование 75-летия Великой Победы. В условиях пандемии мероприятия были проведены в новом формате. 2021 год станет не менее значимым, так как в декабре исполнится 80 лет освобождения Михайлова от немецкого фашиста. Основными промышленными предприятиями в районе являются два цементных заводов, а также Михайловский комбинат строительных материалов, Михайловский молочный завод и Соборовский комбинат хлебопродуктов. Евгений Владимирович подчеркнул важность инвестиционных проектов. В настоящий момент на территории их четыре. Это строительство новой технологической линии мощностью 10 тысяч тонн клинкеров в сутки на акционерном обществе Михайлов цемент, развитие семейной животномоческой фермы в деревне Кукуйтре польского сельского поселения, ферма по производству козьего молока в селе Стубленного Абанского сельского поселения. Для привлечения инвестиций в районе сформированы пять перспективных площадок. Глава администрации района подчеркнул в своем отчетном докладе, что приоритетной отраслью экономики района продолжает оставаться сельское хозяйство. И действительно, общая посевная площадь в 2020 году составила свыше 79 тысяч гектаров. Идет активное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения. Оставшиеся проценты мы безусловно с вами работаем, чтобы дойти до 100% обрабатываемых площадей. В 2020 году в агропромышленном комплексе района собран рекордный урожай. Свыше 226 тысяч тонн зерновых культур, что на 78 тысяч тонн больше результатов прошлого года. По валу Мунбуру зерна ежегодно Михайловский район занимает третье место по области. На 1 января текущего года в сельхозпредприятиях района насчитывается 4123 головы крупного рогатого скота, а из них 1474 дойного. За прошлый год у дой на одну фуражную корову составил 6824 килограмма, что превысило уровень предыдущего года на 843 килограмма. Профицитный бюджет – одно из важных достижений работы команды администрации. Бюджет района исполнил с превышением доходов над его расходами на 5 миллионов рублей. Михайловский район является лидером по многим показателям социально-экономического развития, в том числе активным участником различных программ, как муниципального и регионального, так и федерального уровней. Это позволяет осуществить серьезные вложения в объекты социальной и коммунальной инфраструктуры района. Всего в 2020 году реализовано 117 муниципальных программ. Также в докладе руководителя района позвучили ключевые моменты о муниципальных закупках и доходах от использования муниципального имущества, мероприятиях по земельному контролю и подготовке к отопительному сезону, о ремонтах в образовательных учреждениях района. Большое внимание уделено сфере культуры и спорта, где в условиях пандемии приоритетным направлением стал поиск новых форм работы. В следующем году будут завершены работы по проектированию зданий Дома культуры в селе Грязно, прохождение государственной экспертизы. Проведена процессор закупки по приобретению передвижного могуфункционального культурного центра стоимостью 5 миллионов рублей. Евгений Владимирович поблагодарил работников здравоохранения района, оказавшихся в особых условиях, связанных с коронавирусной инфекцией. Он в своем докладе обратил внимание на положительные изменения в этой отрасли. Новое модульное здание ФАПа в Стрелецких выселках, появившееся благодаря национальному проекту здравоохранения. А по программе развития здравоохранения Рязанской области приобретен передвижной медицинский комплекс «Фельдшерско-Акушерский пункт», два автомобиля «Ларгус» и автомобиль скорой медицинской помощи. Проведен ремонт крыши поликлиники Октябрьской больницы. В настоящее время ведется ремонт и планируется закупка нового оборудования для стоматологического отделения. Важнейшим фактором повышения качества жизни населения является улучшение жилищных условий. По итогам 2020 года объем индивидуального жилищного строительства в районе составил более 15 тысяч квадратных метров, веденную в эксплуатацию жилой площади. Это 70 жилых домов городских и 62 жилых дома в сельских поселениях района, что к уровню прошлого года составляет 109%. О качестве воды и работе по реконструкции водопроводных сетей и установке станции водоочистки в населенных пунктах Михайловского района Евгений Владимирович сообщил следующее. В 2020 году в селе Щетиновка установлена станция водоочистки. Стоимость объекта более 5 миллионов рублей. Выполнены работы по ремонту водопроводной сети с заменой трубопровода общей протяженностью более 6 километров. Произведена реконструкция водопроводной сети протяженностью более 3 километров в селе Стублё. Общая стоимость объекта – почти 10 миллионов рублей. В 2021 году работы продолжатся. Планируется принять участие в конкурсе на получение субсидий на установку станций водоочистки в сельских населенных пунктах района. Для этого подготовлена проектная документация на установку оборудования водоочистки в поселках Трипольский и Заря, деревне Паярково и селе Стублё. Также глава района остановился на развитии комфортной городской среды, реализованных в проектах в 2020 году и о тех, которые начаты в текущем. Масштабным является парк семейный. Большое внимание в отчетном докладе за 2020 год было уделено строительству и ремонту дорог в районе. Работа в этом направлении будет продолжаться и в 2021. По результатам отчета была дана положительная оценка работы администрации. Своё мнение о развитии Михайловского района высказала министр по делам территории и информационной политики Резонанской области Жанна Александровна Хомина. Михайловский район – это район, который действительно всегда идет впереди всех, потому что ставит настолько высокую планку, настолько, на первый взгляд, казалось бы, даже невыполнимые задачи, но всегда достигает положительных результатов. Когда мы проводим на территории Михайловского района какие-либо мероприятия с участием общественности, то по истечении их проведения все вообще просто выражают такой восторг и даже немножко завидуют и говорят, как же здорово тем, кто живет в Михайловской земле. Здесь благоустроено, здесь чисто, здесь люди улыбаются. Позвольте поблагодарить вас за то, что вы делаете для людей, для населения города Михайлово и всего Михайловского района. От себя лично хочу сказать, что мне очень комфортно работать с Михайловским районом, с каждым, кто причастен к достижению результатов на территории Михайловского района. Все, за что вы беретесь, обречено на успех. За последний год в Михайловском районе реализовано множество проектов во всех сферах деятельности, в том числе не без поддержки регионального и федерального бюджета, социально значимую программу позволили решить в поселениях района проблемные вопросы. Положительная динамика роста экономических показателей будет иметь свое продолжение. Наталья Бостракова, Александр Каратеев, Евгений Бостраков. Специально для Михайлов ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова